Польский Семь признал Россию государством спонсором терроризма. И в тексте резолюции Нижний палат парламент говорит, что РФ систематически нарушает врачлаг международное право, нападает на территории других стран, совершает военные преступления, геноцид, занимается враждебной экономической деятельностью в частной сфере энергетики. Ну и тогда бы признали государство террористом, да? А они признали спонсором терроризма. Кого же спонсирует? Чушь какая. То есть настолько вот сакральная вот эта сущность государства, настолько она для них важна, что они даже здесь не могут перешагнуть через себя. Государство – это священная корова, ее нельзя обижать. А вот да, там какие-то вот есть террористы, которые государство спонсируют. Жуть. Это государство и есть самый главный террорист и преступник. Конгресс США внес резолюцию об исключении России из Совбеза ООН. Это очень интересно, да? То есть ситуация развивается по худшей схеме, в самой худшей схеме для Путина. Да, то есть дело в том, что у них никакой процедуры, связанной с исключением из Совета Безопасности ООН. В Белоруссии заблокировали Патреон, то есть Лукашенко боится, что через Патреон кто-то будет получать какие-то деньги за борьбу с ним. Мир продолжает, в общем-то, мир продолжают потрясать. Протесты самые невероятные. Теперь в Черногории огромное количество людей вышло на протесты, с полицией воюют, слезточивый газ применяется, обстановка накаляется. Я долгое время был в Черногории, прежде чем не катапультироваться оттуда, сколько попал я туда в начале июня, 7-го, кажется, числа, и уехал 7-го сентября, то есть июля. 7-го июля, два месяца был, да, 7-го сентября уехал. Ну, страна маленькая, очень маленькая. Пешком можно пройти. Вот, поэтому я как-то там все видел, все слышал и все знаю. Люди очень спокойные в Черногории, то есть их надо довести. А председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин порусил китайскому правительству укрепить экономические связи с Россией. Программа сближения предусматривает увеличение импорта нефти и газа из РФ. Ну, иными словами, нужно как можно больше оттяпать прямо сейчас, потому что по халяве, да, нефть сейчас не стоит ничего, газ качают вообще там впрок. И на границе Индии и Китая произошло столкновение между солдатами, но это уже несколько дней происходит. Там куча раненых, они дерутся на палках. Я думаю, что жесткий приказ дан не стрелять друг в друга. Интересно, да? То есть Китай рассчитывает получить там какие-то квадратные метры, да? Ну, может быть, десятки, может быть, тысячи квадратных метров отжать у Индии. Да, а он может получить в миллионы квадратных километров от России, но почему-то это не делает. У Индии пытается чуть-чуть забрать. Вот те, которые любят Китай, ответьте, почему Китай не пытается у России земельку-то отрезать. Да потому что он хочет всю Россию получить. А ответ-то абсолютно очевиден. И поэтому он должен сейчас из себя изображать такого доброго дедушку-помощника России, блядь. Поможет он так, что своих не соберете. Поставки газа из России в Китай в первые 10 месяцев увеличились на 173%. Китайская сторона это заявляет. Банкоматы Тинькофф начали принимать юани. В общем, все. США и Европа поставляют России чипы через фирмы-прокладки. В Турции и Гонконге рейтерс-агентство заявило и Королевский объединенный институт оборонных исследований. Выяснили, что... Ну, можно было не выяснять, так понятно, что у них фирмы-прокладки, и что они через них поставляют всю санкционную продукцию. Назав здесь считают, что Путин не пойдет на конфронтацию, не прекратит поставлять Европе газ. Это главное. Путин будет, блядь, херачить в них атомными бомбами и продолжать по трубе поставлять газ. А они будут платить и отвечать тоже атомными бомбами. И в японском храме чистой воды в Киото, ну, один из старейших храмов, да, помните, описан он и в классической литературе, по традиции выбрали иероглиф-символ уходящего 22-го года. Да, ну, вы знаете, вот в данном случае, когда вопрос стоял, какой иероглиф выбирать, вы знаете, я, честно говоря, не сомневался, что они выберут. Выбрали они иероглиф, который называется «Война». В прошлом году символом года был иероглиф «Золото». Бывает. И в Корейском институте передовой науки и технологий в Пусане изобрели, значит, искусственные мышцы, которые в 17 раз сильнее. Новый композитный волокнистый материал является сочетанием графена и гелевым жидкокристаллическим материалом. Видите, вот для киборгов уже готово. Американцы вырастили вагену, да, женскую. Здесь мышцы создали. Всё, киборга можно уже собирать без всяких проблем. Скоро роботы всех поставят раком. Да, ну вот представьте, это искусственная мышца, из неё можно сделать что угодно. Представляете, какие мышцы будут делать искусственные люди, у которых проблемы определённые. Это будет жесть. Продолжение следует... Продолжение следует...